Привет! Новый год и новый проект дома от строительной компании Плотников. Рады вам презентовать новый проект дома из кирпича, ведь я знаю, есть много поклонников кирпичных домов. И общая площадь этого проекта, который войдет в список типовых проектов от нашей компании, в наш каталог, 154 квадратных метра. Дом в стиле лофт с плоской крышей, он выполнен по всем современным трендам архитектуры, и мне он очень нравится. Друзья, ну проект реально классный, ставьте лайки, и сейчас Дарья вас по этому дому проведет. Всем привет! Сегодня я расскажу вам про наш новый типовой проект, который мы специально подготовили к началу этого года. Как у нас идет по традиции, мы начнем с его внешнего вида. Этот проект отличается от того, что мы показывали вам последнее время, потому что мы поняли, что соскучились по плоским кровлям и по кирпичу. Поэтому, в принципе, одно из первых, что вы видите, это этажность и материал. Дом выполнен в один этаж, и в отделке применяется темный кирпич. Чтобы он не казался мрачным, мы добавили немного текстуры натурального дерева, что добавляет и интересный узор, и чуть-чуть меняет композицию, и делает дом более натуральным. Так как тенденция на естественные материалы, она все еще продолжается, и пока не собирается никуда уходить. Также мы видим разные уровни. Дом выполнен в трех уровнях. Самая низкая часть – это прозрачная часть террасы. Ее видно, когда мы смотрим на внутренний двор. Следующая по высоте – это зона спален и технических помещений. И в зоне, где у нас кухня-гостиная, высота этажа выше, чтобы у нас был эффект второго света. И, в принципе, это помещение выглядело более интересно и отличалось визуально от квартиры. Если говорить про планировку, то первое, с чего стоит начать – это площадь дома. Общая площадь – это 154 квадрата, что сейчас довольно считается много. Из них 108 – это внутренняя площадь под жилые помещения, как раз которую мы используем, живя в доме. Когда мы входим в дом, мы попадаем сначала в тамбур, который совмещен с зоной холла. Это помещение теплое, и в нем располагается как зона хранения одежды, обуви. И также мы здесь там разуваемся, раздеваемся и проходим в дом. Когда мы попадаем в дом, первое, что мы видим – это большое окно, которое выходит на закрытую террасу под кровлей. Эта зона мне очень нравится, потому что, несмотря на то, что она находится на улице, она выглядит очень уютно и очень уединенно. И, в принципе, решение закрытых террас мне в последнее время все больше нравится. Но возвращаемся в дом. Я думаю, стоит начать с просмотра кухни-гостильной. Когда мы входим, мы увидим довольно большое помещение, 40 квадратов, в котором мы можем очень удачно расположить всю мебель, и у нас ничего не будет поджато. Если мы посмотрим направо, мы видим большую кухонную зону с большим окном. В принципе, площадь поверхности у нас позволяет убрать верхние шкафы и сделать просто ровную столешницу. Также, если говорить про эту зону, стоит отметить, что в нее выходит отдельная кладовая. То есть в этой зоне мы храним именно то, что у нас идет для готовки. Это может быть холодильник, могут быть шкафы с какой-то бытовой техникой. Все это у нас уходит из основного помещения, и благодаря этому у нас не будет эффекта захламления. Также возможны варианты как с островом, так и с просто большим обеденным столом напротив окна. Здесь остается на ваше усмотрение. И если мы разворачиваемся в сторону участка, то мы видим большой диван и телевизор. Эта зона у нас довольно большая, и мы ее можем обставить на разное количество людей. И также видим большое окно, которое выходит на открытую террасу и, в принципе, создает красивый вид на участок. Из кухни-гостиной через коридор мы выходим в зону спален и зону санузлов. В чем плюс? За счет большого окна, которое выходит на закрытую террасу, у нас этот коридор не будет казаться закрытым. Он не будет казаться узким или темным. Как раз большое окно поддаст нам и свет, и пространство, которого так не хватает в домах с коридорной системой. Первое, что мы видим, это помещение котельной. У нее довольно большая площадь, поэтому в нее как раз у нас уходят и постирочные. Поэтому стиральные машинки, сушилки и так далее, они не будут храниться в основных помещениях. И благодаря этому они не будут на виду. Спальни у нас две. Это спальня красродительская и детская или гостевая. Здесь применено интересное решение по зонам хранения, которое позволит создать дополнительную звукоизоляцию между спальнями. Потому что, когда рядом находятся две спальни, частая проблема, что очень хорошая слышимость. Сочетание из двух шкафов и стен, оно очень хорошо выступает как шумоизоляция. И поэтому мы не будем слышать, что происходит в соседней спальне. Из-за родительской спальни есть выход на террасу и во внутренний двор. И последнее помещение, которое у нас осталось, это санузел. Одна из фишек этого помещения, это два окна, душевая и отдельно стоящая ванна. Такое решение все чаще встречается и оно действительно хорошо смотрится. То есть, в принципе, каждый найдет свое и ему будет максимально комфортно. Мне этот дом очень понравился, потому что он соответствует всем современным тенденциям архитектуры. Он небольшой, он интересный, он удобный по планировке и в нем есть неповторимые элементы. Смотрите, у нас разыгрались вообще нешуточные споры. Какой облицовочный кирпич лучше использовать, темный или светлый? Какой ваш выбор? Обязательно напишите в комментарии, какой вариант вам нравится больше. И если вы хотите этот дом построить, то, конечно же, мы вам очень рады в этом помочь. Мы строительная компания, плотников, строим в Новосибирске и по всем городам Сибири. Поэтому смело к нам записывайтесь на бесплатную консультацию, где вы получите ответы на самые волнующие вопросы. Как, где, за сколько построить дом? И, конечно, вас интересует стоимость этого дома. Но, знаете, не скажу я вам этого в этом видео, потому что на стоимость влияет много разных факторов. Поэтому очень важно понять, где вы хотите построить этот дом, какой будет участок. И лучше на консультации мы вам дадим развернутый ответ. Пишите, звоните, наши контакты ниже под этим видео. Вот и все на сегодня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok